Наш следующий герой юный полиглот, лингвистический джедай, самурай языковедения Антон Вакуленко! Прошу, Антон! Спасибо большое! Ну я тебя рад видеть, вся наша аудитория тоже! Я тоже вас очень рад видеть! Спасибо! Антон, сколько тебе лет? Мне 11! Как ты умудрился столько языков выучить? Ну, начал изучать я их с малого возраста! Насколько малого? Ко мне приходила няня Галина Васильевна! Так! И вот она, я читать научился рано, и она мне на карточках русскую транскрипцию писала, каких-то, например, финских слов! И я ее читал и запоминал! У тебя не было вопросов к няне Галине Васильевне, почему она тебе подсовывала финские слова? Я еще не понимал это так сильно, но потом, когда я уже подрос, выяснилось, что, ну вот у нас была дача в Финляндии, мы туда раньше очень часто ездили, и вот мы учили этот язык для этого, чтобы я, наверное, хоть немного на нем говорил и радовал людей! Класс! Какой язык был следующий, Антон? Потом я также по карточкам начал учить английский! А в следующем я подрос лет до семи, до восьми, и дальше мне уже самому стало интересно! А, до этого интересно было только няне, собственно, да? Ну и мне... Какие языки ты сейчас знаешь? Давай загибать пальцы, какие? Сейчас я знаю 15 языков... Сколько? Ну... 15? Ну давай, какие это языки? Давай, перечислим! Ну, например, славянский! Славянский? Господи! Не надо так удивляться! Не надо... Хорошо, не буду, так не буду! Не надо так удивляться, я сейчас вам немного расскажу о Словении! Давай! Мы туда как раз ездили несколько месяцев назад путешествовать! Это Любляна там, да? Да, в Любляне мы были! Ага! Флаг у них, во-первых, один в один как российский, и отличается только гербом! А герб у них такой вот, щит такой, с белой горкой и какое-то еще море там! И там азбука, азбука латинская! Но латинский этот читается очень легко, и настолько все понятно! Вот пожарная часть, какая часть, что еще за пожарная, не каждому понятно! А по-славянски просто гасильный дом, гасить и дом... Класс! Гасильный дом! Огнетушитель, гасильный аппарат... А почему по-славянски ты заинтересовался именно пожарным делом? Ты что-то поджег в Любляне? Нет, ничего я не поджигал! Просто я, я помогаю учить языки, поскольку я полиглот! Вот мы куда-то едем, например, в Турцию, и меня папа иногда просит учить там какие-то слова, чтобы хоть как-то понимать! А что тебя вот, Антон, больше всего вдохновляет? Какой язык тебя вдохновляет? Вот что я вам скажу! Давай! Я вам назову... Я вам назову несколько языков, которые у меня самые любимые! А, давай! Испанский у меня любимый! Так! Турецкий! Неожиданно! Белорусский! Мне нравится Белоруссия! Как будто я с тобой спорю! Наш западный сосед! Конечно! Я там вообще вот только что выступал! Флаг у них красивый! Опять же! Минск! Беловежская пуща! Ну, вообще, как это у тебя так получилось, столько языков? Ну, то есть у тебя способности к этому, да? Вот я, кроме языков, еще пою песни на 22 иностранных языках! Кто дает? Слушай, так ты сам с собой можешь Евровидение проводить! Из этих песен... Из этих песен включаются в меня еще гимны разных стран! Ну, если я тебе назову страну, ты можешь там спеть гимн? Попробуйте назвать! С Франции начнем! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАЗАХСТАНСКИЙ ГИМН ТОЖЕ ЗНАЕШЬ? Да! Казахстанский? Спеть? Ну, конечно! Браво! Браво! Антон, я очень тронут. У меня к тебе главный вопрос. Вот с таким багажом знаний, да? Кем ты собираешься стать? Вот ради чего все это? Я над этим все время думаю. Я люблю творчество Майкла Джексона и Виктора Цоя. И, возможно, я, может быть, встану немного в образ его, того же Джексона. Вот у меня сейчас ноги болят, но я их постепенно исправляю со своим массажистом. Он из Турции, кстати, он меня турецкому языку научил. И у тебя с помощью этого человека есть прогресс какой-то, да, с ногами? Да, есть прогресс. Я раньше много чего не мог. Угу, угу. Ты сказал, что тебе хочется выступать, да? Ну, чтобы радовать людей, можно, да. Но у тебя прекрасный голос, ты же можешь петь прекрасно. А еще я занимаюсь вокалом и пишу разные рассказы. Так что, возможно, моя первая мечта, раз меня уж на это наводят, то я, возможно, буду какой-нибудь певец и писатель. Угу. Ну, это прекрасно. Антон, ну и сегодня мы очень хотим, чтобы ты продемонстрировал свои языковые и даже, я бы сказал, дипломатические умения, да, на сцене шоу «Лучше всех». Ты готов? Я очень рад выступить перед столь почтенной публикой. Сегодня я бы хотел рассказать вам цели устойчивого развития, которые утверждены организацией объединенных наций. А почему именно это мы сегодня услышим, Антон? Потому что сейчас у нас экологических проблем очень много. Люди не понимают, вот, что они засоряют мир. И меня особенно к этой экологии затронула песня Майкла Джексона «Земли». Вот кто клип смотрел, такие грустные картинки мне показались. Я расплакался и несколько лет ее вообще видеть, слушать не мог. Но теперь я справился с собой и полюбил эту песню. А заодно и стал небезразличен к экологии. Мы решили представить, как могло бы выглядеть выступление Антона Вакуленко перед Организацией объединенных наций. Правильно? Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ ЗАЙЧЕНСИТЕ ФАНВЕННЫЙ ЗАЙЧЕНСИТЕ ФАНВЕННЫЙ СЯОЧУ СОЮ СЕНСШИТ ПИНКУИ ПИНКУИ ПУТИ ЛИКВИДАСИЯ СУСИХ ФОРМ ПЕДНОСТИ ВОВСЁМ МИРЕ ПИНКУИ ПУТИ ИВЕЙЧЕ ШОУДУ ХЮ ЗУЯНТЕФА ПИНКУИ ТОНКШИ ВЕЙЧЕ ЦИЛЫ Я УСЕНЬ ДИЛЯУ ЧАЙЧЕН ИТИ КВАНТФАН СУМЗАЙДО ШОХОЙ ЧИШИ ХЮ КУЛИ БЕДНОСТИ ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ НЕХВАТКА ДОХОДОВ ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ НЕДОСТАТОК РЕСУРСОВ БЕДНОСТИ ЭТО ГОЛОД ОГРАНИЧЕНЫЙ ДОСТУП К МЕДИТИНЫЙ И ОБРАЗОВАНИЮ ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ИЛОДИАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ БАЗИ ИНСАНЛАРЫН ЕТОРИ КАДАЦИ ЕЦЕКЛЕРИ ВАР БАЗИЛАРЫНЫЙ ИСЕ ГЕРЕКТИГИНДЕН ФАЗЛАСИ БАЗИЛАРЫНЫЙ ИСЕ ЙОК ДИНИЛЕЦЕК КАДАР АЗ ЕР ИНСАНИН ЕТОРЛИ МИКТАТДА КАЛИТЕЛИ ВЕ ГУДАЛЫ ЕЦЕКЛЕЙНИЙ ОЛМАСИ ШАРТИР ТАРЫМ ИСЕ БУКУНУДА ЯРДЫМЧИ ОЛАБИЛМЕКИЧИН ДОУРУ ГИЛИЩМЕЛИ ВЕ ГИЛИЩТИРИЛМЕЛИ МНОГИЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ ДОСТАТЧНОЕ ЕДА МНОГИЕ С ИЗБИТКОМ А МНОГИЕ ЕДАННИ ХВАТАЕТ НУЖНО ЧТОБЫ КАДДИЙ ЧЕЛАВЕК ИМЕЛ ДОСТАТЧНОЕ КОЛИЧЕСТВА КОЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОСВЕТСКОЕ ХОЗЕЙСТВА РАЗВИЛАСЬ ПРАВИЛЬНО И ПОМОГАЛО ТОСТИЖЕНИЕ ЭТОЙ ЦЕЛИ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучия для всех в любом возрасте. Здоровье – это самое важное в жизни человека. И, к сожалению, я понимаю это лучше, чем многие другие. Субтитры создавал DimaTorzok Сохранение морских экосистем. Мировой океан огромен, но его большая часть загрязнена и заражена отходами. Пока не поздно, мы должны сохранить нетронутое и очистить загрязненное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы все можем обойтись меньшим количеством вещей, тем самым мы научимся разумно потреблять, а значит и разумно производить, что непременно сохранит нашу планету наш общий дом. Высокоорганизованные города и населенные пункты Города и поселки должны становиться безопасными, экологичными, оздоравливающими, организующими жителей на позитивные дела. Субтитры создавал DimaTorzok Все вышеозначенные цели будут трудновыполнимы без устранения неравенства. У всех обитателей земли должны быть одинаковые права на жизненные и природные ресурсы, а значит и одинаковая ответственность за их сохранение и преумножение. Антон Вакуленко! Наша будущая! Спасибо! Очень признателен! Медаль в студию! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 потрясающий, очень интеллектуально и очень обнадеживающий с точки зрения мира во всем мире. Антон Вакуленко, «Лучше всех!» Пойдем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ